СН провела заседание. Обсудили подпольную вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко. На заседании фракции «Слуга народа», которая проходила в онлайн-формате, нардепы обсудили недавние инциденты с Евгением Шевченко и Николаем Тищенко. Никаких кадровых решений принято не было. Об этом РБК «Украина» рассказал один из депутатов от СН. По словам собеседника Евгений Шевченко, который недавно съездил в Беларусь и провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, предложил, чтобы его исключили из фракции. Однако никакого решения на этот счет принято не было. Звучали слова поддержки в адрес Шевченко. Но также отмечалось, что вопросы внешней политики – это компетенция не отдельных депутатов, а президента, рассказал источник. Кроме того, на обсуждение вынесли и недавний скандал с Николаем Тищенко, который устроил громкое празднование дня рождения своей жены. Было принято решение, что Тищенко объяснит эту ситуацию на заседании полицовета «Слуги народа». Народный депутат от «Слуги народа» Ростислав Тисток рассказал РБК «Украина», что фракция решила, чтобы Тищенко пожертвовал деньги на закупку дронов или другого дополнительного оснащения на передовую на Донбасс. Относительно поездки Шевченко, Тисток сообщил, что были очень оживленные дискуссии. Он поделился своей позицией и по каким целям он ездил в Беларусь. Глава фракции сказал, что президент ведет геополитическую работу, и он с ним это не координировал и не согласовывал. Это была его личная инициатива. Шевченко выразил поддержку президенту, но попросил исключить его из фракции. Так как он не является членом партии, для этого не нужно проводить съезд. Возможно, завтра руководство фракции примет решение о его исключении и сообщит об этом. Напомним также, 18 апреля в Киеве в отеле «Фермант» на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции «Слуга» народа Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей. Ранее стало известно, что Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.